По меньшей мере, четыре дела о подготовке терактов сейчас расследуют в Великобритании, сообщает сегодня газета «Сандин Таймс» со ссылкой на воск поставленного представителя разведки. Руководство МВД страны провело срочные переговоры с коллегами из Франции, а также из Германии, где неделя тоже прошла под знаком громких событий. Последний в этой цепи мигрант из Сирии, ожидавший депортации, устроил взрыв рядом с территорией, где проходил музыкальный фестиваль. А в Мюнхен, отдать дань памяти жертвам стрельбы в торговом центре, спустя 10 дней приехала Ангела Меркель, которую все чаще критикуют за ее политику открытых дверей. Отставки канцлера потребовали участники демонстрации в Берлине. Настроение отражает и целая серия опросов. Большинство немцев, 66%, не разделяет мнение Меркель, что ФРГ справится с миграционным кризисом. Журналу «Шпигель» на этой неделе 47% опрошенных ответили, что усматривают в терактах мигрантский след. Репортаж Дмитрия Сошина. Что творится в Германии? Всего за две недели страна пережила четыре трагедии, заставивших немцев усомниться в том, что они живут в одной из самых безопасных стран. Баварский Вюрцбург. Вечером 18 июля молодой беженец из Афганистана с топором и ножом набрасывается на пассажиров электрички. Пятеро тяжело ранены. Нападавший убит. Через три дня 18-летний немец с иранскими корнями открывает огонь по посетителям торгового центра в Мюнхене. До того, как его застрелила полиция, Али Давид Сенбали отнял жизнь у девятерых человек. Через день после этого в городке Ротлинген молодой сириец убивает ножом для нарезания шаурмы беременную женщину. Пятеро прохожих ранены. А на следующий день в Ансбахе еще один беженец из Сирии подрывает взрывное устройство возле входа на музыкальный фестиваль. 15 раненых. Владелец рюкзака Мохаммед Далель погиб на месте. Все это в основном происходило в Баварии. Премьер-министр этой федеральной земли назвал вещи своими именами. Германия столкнулась с новым масштабом исламистского террора. И власти обязаны защитить своих граждан. Для начала хотя бы ограничить прием мигрантов. Но Берлин против. Хорст Зейхофер больше года ожесточенно спорит с Ангелой Меркель. Распахнув двери для беженцев, канцлер пообещала. Мы с этим справимся. А какой ценой, спрашивает баварец. Что касается фразы «мы с этим справимся», у меня на этот счет свое мнение. Я бы этих слов вообще не произносил. Ситуация слишком тяжелая, и наш подход к этой проблеме не выдерживает критики. Если это начало, сколько еще человеческих жизней и миллиардов евро нужно принести на алтарь интеграции? Хорст Зейхофера пытаются одернуть. Мол, не надо все валить на приезжих. В Ансбахе, это в двух часах езды от Мюнхена, так тоже поначалу думали. Ансбах — это один из тех живописных баварских городков, которые обычно в это время заполнены туристами. Но многие немецкие семьи, после того, что здесь произошло, стараются объезжать это место стороной. Сириец, устроивший теракт, а этого слова поначалу старались не произносить, прожил здесь два года. 27-летнего Мохаммеда Далеля должны были депортировать в Болгарию. Именно там он подал заявление на статус беженца. Но выслать его баварские власти так и не успели. Мохаммед Далель пытался попасть на концерт на площади возле мэрии, но билет ему не продали, сюда его не пустили. Поэтому он с кем-то поговорил, с кем полиция пока не может установить. И здесь, на углу, возле кафе, он привел в действие взрывное устройство, которое было у него в рюкзаке. Александр Давидов, он приехал в Германию из Казахстана 20 лет назад, в этот момент высаживал людей, спешивших на концерт. Я вечером как раз работал и видел, как люди бежали в панике, держали детей на руках. И это произвело очень шокирующее впечатление. Лаура Сальватори работает официанткой в кафе, возле которого случился теракт. Поначалу она подумала, что в городе из-за фестиваля устроили салют. Лаура немка португальского происхождения. Да, это страшно, что все это случилось в двух шагах от ее дома. Но она до сих пор убеждена, что немцы не имеют права жаловаться. Вспомните, что творилось в Германии во время войны. Так что нам сейчас надо быть гораздо терпимее к приезжим, к людям, которых мы принимаем. Представители, запрещенные в России группировки «Исламское государство», заявили, что Мохаммед Далель состоял в ее рядах. Воевал в Ираке, а теракт в Ансбахе готовил два месяца. Сириец жил на окраине города, в бывшей гостинице «Кристель». Ее превратили в пункт временного проживания беженцев. Встретиться с живущими здесь людьми охрана не дает. Мохаммед Далель жил в левой части этого здания, на втором этаже. Его окно сейчас закрыто ставнями. Полиция почти неделю допрашивает его соседей. Живущие рядом афганцы многого не рассказали. Сириец вел себя скрытно, иногда катался по городу на велосипеде, порой заводил разговоры о политике. Он говорил, нет, я против исламского государства и все такое. Но мне казалось, он что-то скрывал. Он часто врал на ровном месте, чтобы заработать дешевую популярность. Через три дня после взрыва в Ансбахе канцлер Германии созвала пресс-конференцию. Власти Баварии ожидали, что она объявит об ужесточении миграционной политики и позволит высылать из страны уличенных в связях с радикальным исламом мигрантов. Но Меркель сразу дала понять, политика открытых дверей остается в силе. То, что ответственны за нападение в Вюртсбурге и Ансбахе прибыли к нам как беженцы, это, конечно, злая насмешка над страной, которая их приняла. Над добровольцами, которые так старались им помочь. Но я должна подчеркнуть, что это не важно, когда именно к нам прибыли организаторы этих акций. До кризиса с беженцами в сентябре прошлого года или после него. Меркель не считает, что после всего случившегося Германии следует усилить борьбу против так называемого исламского государства и других запрещенных группировок. Мол, мы и так делаем достаточно. Канцлер предложила планы с девяти пунктов. В частности, использовать армию для полицейских операций, усилить контроль над интернетом, а также создать общую европейскую базу беженцев. Я думаю, что все это поздно. Слишком поздно. Трудно понять, кто это делает, новые беженцы или люди, которые здесь выросли, жили с нами десятилетиями. И как все это узнать? Мы видим по телевидению выступления политиков, которые, в принципе, не знают, что сказать по этому поводу. Сколько людей пересекли границу за последний год, пунктуальные немцы не в состоянии посчитать. Официально в стране лишь полмиллиона новых просителей статуса беженца. Но больше миллиона прошли так называемую первичную регистрацию. Правозащитники говорят, что реальная цифра полтора миллиона, а может и больше. И обычные бюргеры, и политики осторожно говорят и о мигрантах, и о проблемах, которые за ними тянутся. Иначе прослывешь националистам. Но для многих в Ансбахе становится очевидным. Германия не готова была принять такое количество приезжих. У нас миллионы безработных немцев. А тут еще приехали беженцы из тех стран, где мы по существу развязали войну. И эти беженцы быстро осознали, что они здесь лишние, что работы на всех не хватит. И здесь у них нет перспектив. В центре приема беженцев, в городке Циндорф, от Ансбахон в часе езды, охраны стало больше. В среду полиции пришлось взорвать подозрительный чемодан. Он лежал возле входа в центр. Его обитатели чувствуют, что относиться к ним стали по-иному. Перед терактами, когда мы говорили немцам привет, они нам улыбались в ответ. Махали руками. Но теперь косые взгляды. Я думаю, они в нас видят угрозу. Одни немцы хотят Германию без мигрантов и нынешнего канцлера. Другие устраивают шумную контрдемонстрацию, чтобы поддержать Меркель и ее политику. Вчерашний митинг возле центрального вокзала Берлина чуть было не закончился дракой. Многих баварцев воздражает то, что пресса лишь под давлением фактов говорит о преступлениях, совершаемых мигрантами. Об инциденте в вагоне вечерней электрички, внезапно остановившейся возле Вюрсбурга, горожане узнали только утром. Город несколько часов держали в неведении относительно того, что случилось здесь, возле вокзала. Ни полиция, ни службы спасения никакой информации не давали. Молчали телеканалы и радиостанции. Люди обменивались слухами в интернете. Поначалу юного афганца, покалечившего топором и ножом пятерых пассажиров, немецкие СМИ назвали сумасшедшим. Нельзя же больного человека называть террористом. Позже появилось видео, где Риас Ахмадзай клянется в преданности исламским радикалам. Я с удивлением узнал, что в половине девятого у нас возле станции произошло что-то нехорошее. Было большое оцепление, но полиция молчала до последнего. Лишь потом мы узнали, в чем дело. Неофициальную статистику совершенных мигрантами преступлений ведут в интернете студенты из Мюнхена. На карте Германию почти не видно. Цветные значки — это ограбления, поджоги, избиения, убийства. Много преступлений на сексуальной почве. Еще в начале года в Манхэме беженцы изнасиловали немку турецкого происхождения. Селин Гюрён состоит в движении «Левая молодежь» и активно помогает мигрантам. Девушка соврала полиции, заявив, что надругавшиеся над ней мужчины говорили по-немецки. Боялась, что из-за этого пострадают мигранты. Селин даже извинилась перед ними на своей странице в социальной сети. Власти признаются, возле каждого беженца полицейского не поставишь. Каждую сумку не проверишь. Пока в стране не будет адекватной миграционной политики, риск подобных терактов сохранится. Поймите, нам хочется вернуть доверие горожан, которые, разумеется, испытывают страх. Мы, как полиция, хотим гарантировать их безопасность, но при этом не стать полицейским государством. В Мюнхене в эти выходные не стали отменять народные гуляния. До сих пор неясно, решатся ли городские власти проводить «Октоберфест». Пивной фестиваль, собирающий миллионы туристов, должен начаться через полтора месяца. За свою более чем 200-летнюю историю «Октоберфест» отменяли всего несколько раз. В основном из-за войны и чумы. Но, к сожалению, в 1980-м он уже становился мишенью для террористов. Активист право радикальной организации устроил взрыв в палатке, в результате которого погибли 12 человек. Это памятник жертвам того теракта. А в знаменитой фраункирхе в центре Мюнхена прошла траурная панихида по погибшим в результате стрельбы в торговом центре «Олимпия». Ангела Меркель не посещала места, где случились теракты, и политические оппоненты ей это припомнили. Канцлер ответила критикам, что ей не стоит мешать полиции. Ей гораздо важнее быть среди скорбящих. При этом Меркель и премьер-министра Баварии посадили на разные скамьи. Конечно, в день траура политики из Берлина и Мюнхена не стали прилюдно спорить. В христианский храм сегодня пришли и мусульмане. Среди жертв 17-летнего Али Давида Санбали были исповедовавшие ислам Касавары. Тем временем баварская полиция сообщила новые данные о стрелке. Оказывается, Санбали купил на закрытых интернет-сайтах не один, а два пистолета системы ДЛОК. Так что жертв могло быть и больше. Следователи считают, что у него могли быть сообщники. Двое друзей юношей арестованы. Полиция ведет их допрос. Дмитрий Сошин, Сергей Мухин, Дарья Рыбакова и Светлана Баркова. Первый канал. Мюнхен.